Депутат Астанина. 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 Мы были бы ему за это тоже благодарны. Далее, еще следующая поправка касается единовременного поощрения при присвоении звания мать-героиня. Второй год уже президент издал указ, выделяются средства на звание мать-героиня, но этих средств выделяется только 10 миллионов. У нас, согласно указу президента, звание мать-героиня получают женщины, которые родили и воспитали 10 и более детей. Таких насчитывается вообще на территории Российской Федерации сегодня 299, а денег выделяют только 10. Ну хорошо, двух женщин поощрили, мне думается, что вряд ли в таких многодетных семьях есть невоспитанные дети. Поэтому, конечно, хотелось бы, чтобы эти деньги заложены были в бюджете и чтобы президент не стоял перед выбором, кто приоритетнее, кому можно вручить этот миллион вместе с орденом и званием мать-героиня. При обсуждении этого законопроекта речь шла о том, что правительство будет находить дополнительные ресурсы. Но, конечно, лучше было бы увидеть эти будущие ресурсы уже здесь, в строчке, когда мы будем голосовать за бюджет во втором чтении, а не за некие виртуальные предложения, которые то ли они будут, то ли они не будут. Далее. Единовременная выплата на детей граждан, которые призваны на военную службу в рамках мобилизации. Ну, коллеги, тоже знаем прекрасно эту тему. Более того, отдельные семьи оказались вне зоны действия закона о едином пособии, потому что доход на одного члена семьи больше, чем прожиточный минимум. Поэтому, конечно, если бы мы решили вопрос о выделении из бюджета всем детям возраст, независимо от субъекта территории, где они проживают и от дохода семьи, 100 тысяч рублей из федерального бюджета, это стоило бы 51 миллиард рублей. И последнее, это финансирование производства детских товаров, чтобы не чувствовали себя неловко перед началом учебного года из-за гигантской космических цен на детские товары, чтобы собрать ребенка в школу. Мы просим выделить в 2003 году хотя бы 500 миллионов рублей, далее 700 и миллиард рублей в последующие годы для того, чтобы предоставлять субсидии организациям на финансовое обеспечение затрат на разработку, испытания производства партии учебного оборудования и средств. Спасибо. Давайте комитет сначала послушаем, потом Антон Германович. Начну тогда с последнего. По поводу новый вид расходов субсидий российским организациям производителей детских товаров. Я хотел бы обратить внимание, что государственная поддержка производителей детских товаров может быть рассмотрена в рамку АГП развития промышленности, повышения ее конкурентоспособности. Там специально есть поддержка НКУ, которая это делает, прямая, поэтому в данном случае там средства выделены. И, наконец, согласно постановлению правительства, социально назначенные товары, детские товары включены. И, наконец, хотел бы обратить внимание, что даже научное технологическое развитие включает на себя научно-исследовательские и конструкторские работы по разработке таких товаров. Поэтому в данном случае в бюджете это предусмотрено, это не то, что будет потом. Следующий вопрос, который здесь звучал, это осуществление единовременной выплаты на детей граждан признаков на военную службу в рамках мобилизации. Хотел бы обратить внимание, что 195 тысяч рублей за календарный месяц, который поручил, это прямое поручение президента, заложено в бюджете, учтены в проекте бюджета. И не просто учтены, я просто хотел бы сразу сказать, что это предмет закрытой части бюджета. В данном случае все эти вопросы также в бюджете решены, поэтому в данном случае никаких других решений не требуется. По матери героини я хотел бы обратить внимание, что выделяемые в бюджете средства в данном случае фиксируют то, что было сделано, но они никаким образом не лимитируют президента в пределах данных средств. Потому что это становится публично-нормативным обязательством, и если президент принимает указ, то это публично-нормативное обязательство выполняется в любом объеме, которое будет по решению президента. Заранее же написать какую-то сумму, увеличив ее до какой-то, вот это будет по существу ограничение президента. Я подчеркиваю, что никакая сумма в этом разделе решений президента не ограничивает президент, ими не связан. Следующий вопрос. Это молодые семьи. Но я не буду сейчас подробно говорить о том, что реализуется льготная ипотека, вопросам материнского капитала, но хотел бы обратить внимание, что этот вопрос требует одновременно выделения средств, распределения этих средств по регионам, потому что каждый регион нуждается в разных средствах, каждый регион имеет разные возможности для софинансирования, ведь финансирование из бюджета требуется финансирование регионов. И, следовательно, для того, чтобы предлагать какие-то суммы, надо проработать с каждым регионом, какую сумму они готовы принять. Вот это первое то, что идет. Ну и, конечно же, мы никак не можем согласиться, что источником для обеспечения жильем молодых семей является строительство и реконструкция, вот послушайте, региональных и местных дорог, снять с региональных местных дорог, отправить на молодые семьи. Следующий вопрос, это 30 миллиардов дети-сироты, мы обсуждали этот вопрос, в постановлении мы предлагаем подойти комплексно к этому решению с учетом новых условий. Понятно, что в данном случае рабочая группа Татьяна Алексеевна Голикова, которая работала в прошлом году, работать сегодня будет в совершенно иных условиях, и это необходимо учить. И тут мы предлагаем отклониться. Ну и, наконец, выделение оздоровительной кампании. Я прошу мне тоже добавить хотя бы минуту, потому что просто я отвечаю на новое вопрос. Добавьте время. Да, пожалуйста. Значит, весь смысл в том, что говорят, что вот когда же мы будем поддерживать регионы. Просто хотел бы обратить внимание, что когда мы обсуждали эту тему достаточно много лет тому назад, но хорошо помню, как это было, мы говорили о том, что регионы не могут обеспечить качественный отдых детей. И поэтому мы говорили, что необходимо в первую очередь направить на хорошие центры федеральные, куда могут ездить дети из всех регионов страны. Поэтому это у нас Артек, Орленок, Океан, Смена. У нас увеличивается по ним финансирование. И, естественно, у нас увеличивается. Сейчас появляется создание еще одного федерального центра в Печоре Псковской области. Деньги тоже выделены. Что касается арктической зоны, у нас призванно 450 миллионов рублей, а не 500. Речь идет о кассе исполнения. И министр в ходе госпрограммы сказал, что если будет исполняться, естественно, они добавят эти средства. Поэтому говорить о том, что надо выделить вот эти средства дополнительно сейчас, а не в ходе исполнения, с нашей точки зрения абсолютно бесперспективно. По одному миллиарду добавляется сейчас региону, для того, чтобы они могли восстанавливать строительство объектов отдыха на оздоровление в своих непосредственно регионах. Кроме того, я хотел бы обратить внимание, что регионы уже выделили на эти средства дополнительно 40 миллиардов рублей. Просто вот это то, что реальная картина. Еще раз говорю, здесь разные профильные комитеты, разные ответственные комитеты, но все эти комитеты приняли решение о том, что эти поправки следует отклонить. Комитет по бюджету согласен с решением профильных комитетов. Мы тоже предлагаем поправки отклонить. Спасибо. Антон Георгиевич, есть желание что-то? Да, спасибо, уважаемая Мина Александровна. Андрей Михайлович, мне кажется, очень подробно ответил на вопросы. Я единственное, на чем хотел остановиться. Новация следующего года заключается в том, что мы действительно добавляем миллиард рублей, в первую очередь на модернизацию тех лагерей, детских лагерей, которые находятся сегодня в запустении. И в первую очередь в таких регионах, как Дагестан, Алтай, у которых нет своих собственных, может быть, финансовых ресурсов для того, чтобы привести эти лагеря, детские лагеря в нормальное состояние. И вот эта программа будет и дальше расширяться. Мы будем увеличивать как количество лагерей, так и количество субъектов, которые будут вовлечены в это мероприятие. Поэтому вот в этом направлении будем дальше расширять, это точно. Спасибо. Спасибо, коллеги. Ставится на голосование. Поправка номер 38. Ключ, четыре режима голосования. Скажите результат. Клоняйца.